Интересную ситуацию мы наблюдали на днях в поселке Луговой Дмитровского района. Там местные жители собрались на своеобразную сходку, чтобы высказать свое недовольство планами размещения в поселке вышки сотового оператора Теледва. Мы владельцы участков, выделенных нам администрацией поселения Куликовская в 2016 году, просим запретить и помочь запретить беспредел, который происходит здесь у нас возле наших участков. Беспредел – это возведение башни фирмы ООО Теледва, башни телефонной связи, высотой 39 метров. Мешать вам будет, да? Ну да, до наших участков до башни 25 метров всего. Вот, и мы считаем, что наши права нарушаются, нарушается земельный кодекс Российской Федерации, нарушается федеральный закон, статья о связи, нарушается 42-я статья Конституции Российской Федерации. Я волнуюсь за то, что там стоит подстанция ГРП в 25 метрах от телевышки, и не дай бог в случае какого-то урагана она упадет, и будут уже необратимые обстоятельства. И еще одно обстоятельство, то, что она перегораживает нам въезд на мой участок конкретно, и мы мимо нее не сможем провести ни технику, ни краны, ничего. Строиться нам невозможно. А ваш дом рядом, да? Да, наш дом рядом, наш поселок целый рядом, мой крайний дом к лесу, и совсем тут 150 метров до него, но нам не нужна абсолютно эта вышка. Люди, как мы поняли, не против появления еще одного поставщика мобильной связи в своем населенном пункте. Тем более, что качество связи другого оператора, уже давно работающего в поселке, пользователей не устраивает. Спор возник только вокруг одного вопроса – место расположения вышки компании Теледва. Смотрите, как бы, первоначально мне известно, да, точка, предварительная первая точка, да, при прежней администрации была развернена. Но, скажем так, возникло, опять же, мнение, да, мнение того, что, ребят, ну, давайте как-то пододвинемся, чтобы избежать, опять же, вот таких вот эксцессов, да, встреч и непонимания друг друга. Да, поскольку, ну, долго объяснять принципы построения радиосети, потому что это радиосеть, это не, там, как привычно думать, радиация или излучение, еще что-то. И в двух словах-то не объяснить. Ну, точка, которая предначально нами была выбрана, да, то есть, ну, и обговорена, ну, пошли навстречу, да, и полученное разрешение по этой пиле уже, наверное, получим. Да, оно действующее до сих пор по пиле. Да, оно действующее, конечно. На пилар, который. А мы не писали зафигу, да? А тогда не было этого процесса. Да ее и сейчас нет. Ее нет, это я забыли. Ну, смотрите, то есть, педагогичное разрешение, да, которое было получено, где более густая застройка, где ближе находится строение, сооружение, да, то есть, мы пошли навстречу, это было полтора года назад, и решили все-таки, как бы, принять решение такое ответственное, волевое, что мы смещаемся, да. Теледва самый молодой из федеральных операторов мобильной связи и сейчас бурно развивается, в том числе на территории Московской области. Этот спор не первый с недовольными гражданами, поскольку сотовый оператор старается ставить свои вышки как можно ближе к населенным пунктам, чем не всегда довольны их жители. В данном случае жители поселка Луговой вместе с местной администрацией предлагали сотовикам сразу три альтернативных места для размещения телекоммуникационного оборудования Теледва, но не нашли понимания у представителей оператора. Несколько вариантов есть, вот мы сейчас будем разбираться, на каком варианте они остановились, почему, вот, но в первую очередь, конечно, здесь надо понять самих жителей, вот, прислушаться и найти тот консенсус, который необходим и сотовую связь надо развивать, и интернет развивать, да, вот, но и чтобы это было не в ущерб, конечно, местных жителей, которые здесь живут постоянно, и у них перед носом будет стоять эта вышка, это тоже не очень есть хорошо. Единственная уступка, на которую оказались готовы пойти представители компании Теледва, это заменить оборудование на вышку меньшего масштаба, чтобы она не так мозолила глаза владельцам ближайших частных строений. Ни одно из альтернативных мест размещения своей вышки сотовики не принимают, так как, по их словам, перенос туда вышки ухудшит качество подаваемого сигнала сотовой связи.